Именно такие котельные необходимо построить в городе, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию с ЖКХ. В прошлом году республика выделила Шумерли 120 миллионов на строительство новых котельных. На сегодня не построено ни одной. Об этом говорили на совещании с активом города. Глава администрации Любовь Дмитриева на этой должности только две недели. По ее словам, главный принцип – обеспечить прозрачность работы городской администрации. Внимание к шумерлинцам требую от своих коллег, организации предприятий, учреждений. При этом понимаю, что это очень тяжелая работа и у многих возникает соблазн ее избегать. Буду с этим бороться, потому что считаю эффективную коммуникацию с обществом необходимым условием качественной работы городской власти. В 2013 году от жителей Шумерли в адрес администрации главы поступило 148 письменных обращений. Среди них – предложение шумерлинцев по реформированию ЖКХ, строительству и реконструкции детских площадок. По словам Любови Дмитриевой, многие вопросы можно решить только сообща и только думая о качестве жизни земляков. В прошлом году в жилой инспекции республики поступало много жалоб. Специалисты 30 раз выезжали в город. После проведенных проверок от 25 должностных лиц оштрафованы на 400 тысяч рублей. Основные жалобы поступившие от жителей города Шумерли касались вопросов этого начисления за отопление и горячее водоснабжение, которое в основном осуществляет ресурсоснабжающая организация «Теплоэнерго». Вопросы о начислении платы за электроснабжение и многие другие вопросы. За каждым обращением разные ситуации, но причина всех жалоб общая, безразличие руководителей управляющих компаний, грубость и нежелание выполнять свои обязанности. Даже на совещании, как выяснилось, пришли не все. Те, к кому много претензий, решили отсидеться дома. Вот у меня сердце болит. Микрофон дайте, пожалуйста, что они скажут. У нас публичное обсуждение идет, у нас никаких секретов нет. А что вы камеру-то боитесь говорить? Министр экономического развития Владимир Аврилькин заявил, что Шумерля может войти в программу поддержки моногородов. Для этого необходимо разработать проект развития и представить его на федеральном уровне, при поддержке республиканских властей. Заняться этим нужно как можно скорее. Обсудили и проблемы переселения из Ветхого жилого фонда, а также выделения семей многодетным семьям. Михаил Игнатьев подробно ответил на все вопросы. Некоторые обращения взяты главой республики на контроль. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.